Я обещал пройтись по вашим комментариям касательно MMORPG New World, а точнее ее переноса, и, похоже, пришло время собирать камни. С моим мнением и мнением некоторых ютуберов можно ознакомиться где-нибудь вон там. Если этого не сделали до сих пор, обязательно сделайте. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru, и мы начинаем. Погнали! Я сделал возврат, думаю, в тот момент, когда выйдет эта игра, она, возможно, уже будет неактуальна. Все-таки мир игр такой, что всегда кто-то на пятки наступает. Да, весь мир игр такой, а вот мир MMORPG не такой. Серьезно, давайте посмотрим, какие у нас есть проекты из мира MMORPG, на которые можно обратить внимание. Alien, Ashes of Creation, может быть Crowfall, Корпанк. Что еще придет в голову? Ну, я не говорю про старичков, я говорю вообще про новое что-то. Так что, я думаю, что даже если три года пройдет, эта игра все равно будет актуальна, и на нее все равно придут посмотреть. Но, знаете, осадочек все равно остался. Имха, но что беседка, что Близзы, весь свой накопленный лимит доверия израсходовали за последние пару лет. Да так, что их баланс со знаком минус. Молодец, что ставишь Имха. Но тут дело в том, что небольшая ремарка. Видимо, речь идет о том, как я говорил, что у компании Amazon нет такого кредита доверия, как у, допустим, Blizzard, как у Беседки, как у Хидео Кадимы. И, в общем, как у CD Projekt Red, опять же. И здесь как раз-таки речь о том, что действительно у компании Amazon нет какого-то значимого следа, имеется в виду, в игровой индустрии. Поэтому им заниматься такими переносами, это просто портит себе репутацию. В то время как Беседка и Близзы, да, они, может, как они уже вот пользуются этим ресурсом, имеется в виду, кредитом доверия, это вопрос десятый. Но это не отменяет того, что у компании Amazon такого кредита нет. Это инфа с офсайта. То есть, игра весной даже не выйдет, а только будет в ЗБТ. Ну, сейчас она находится в Альфе в закрытой, а дальше схема точно такая же. То есть, вот у нас весна 2021 года, небольшая закрытая бета, а потом опять то же самое, то есть релиз. Сколько пройдет времени между закрытым тестом и релизом, неизвестно. Так что, ну, вот такие дела, она будет только в ЗБТ. Ну да, она будет сразу в ЗБТ, а потом будет в релизе. Ничего нового, в общем, ничего не поменялось в этом плане. О, а тут у нас небольшая пантомимка. Пантомимки я люблю. Но не было никакого, конечно же, как внезапно и как неожиданно. Было вот как раз таки то, о чем вы написали. Игра даже в текущем состоянии лучше многих современных ММО. Но это действительно так, потому как это даже касается больше первой альфы. Потому что в первой альфе она меня поразила своей оптимизацией. Там было действительно вау. Че, серьезно, это закрытая альфа? И у вас ничего так не лагает? Это как-то было непривычно. То есть, да, действительно, игра лучше даже на данном этапе многих современных ММО. И в частности, ММО-РПГ. Так что я, ну, а насчет как внезапно, как неожиданно? Нет, не внезапно, нет, не неожиданно. Неожиданно. И я не говорил, что это неожиданно. Может быть, обидненько чуть-чуть. Но не неожиданно. Мадер, привет. Привет. Большое спасибо за твой труд. Такой вопрос. Я имею доступ к альфе сейчас. На днях она закончится. Потом все, потом будет вместо релиза тест для большого количества игроков. Далее будет следующий этап альфы. Так вот. Я буду иметь на него доступ? Или ключ нужен будет по-новой? Спасибо. Какой хороший вопрос, мой друг. Кто бы мне на него ответил? И это Амазон. Мы все прекрасно знаем, как они запускают в эту альфу. Через какие-то твиттер-аккаунты, через какие-то розыгрыши. Это очень странно. Единственное, что я бы тебе посоветовал, это вот прям не удалять вот этот вот доступ к конфиденциальному тесту. И вообще, то есть, пускай он у тебя будет в Steam. Если они отзовут это приглашение, тогда, ну да, понятно, надо будет новый ключ. Если не отзовут, то тогда просто выйдет какой-то большой апдейт, и ты снова будешь в альфе. Посмотрим. Это будет понятно только после 25 августа. Да, где-то так. Я один недоумеваю, почему не взяли интервью у GameStory. Он же больше всех шарит за игру из контент-мейкеров. Да, я думаю, что мы еще пообщаемся с Русланом. По-моему, Руслан зовут парня. Но тут больше речь шла, понимаете, не про контент в игре. То есть, и не надо шарить в этой игре. Тут просто как-то реакция на перенос. А реакция GameStory на этот перенос, ну, мне, в принципе, очевидна. То есть, человек пилит контент по этой игре. Ему, конечно же, это не нравится. То есть, в плане того, что вот наполняемость его канала, она, конечно же, просядет. Но в то же время, скорее всего, нравится то, что игра взяла паузу на доработку. Здесь все очевидно, здесь все понятно. В моем видео я пообщался с ютуберами, которые не зациклены на какой-то одной игре. Да, может быть, у кого-то есть там основной проект. Но, тем не менее, они стараются следить за всем жанром MMORPG. Ну, вот, собственно, и ответ. А с Русланом, я думаю, мы еще успеем пообщаться. Это что? Старое видимо? Видимо, видео. Почему все называют дату весна 2020? Ну, не все, а Ирбис. Он старый, ему простительно. Человек оговорился, потому что мы все нормальные люди все прекрасно поняли. Ну, бывает. Старички, они такие. То есть, произошло ровно то же самое, что у тебя вот в твоем комментарии. Когда ты вместо видео написал «видимо». Там человек вместо весны 2021 сказал «весна 2020». Ну, он вообще как-то в своем таймлайне живет. Так что, это Ирбис. Все говорят «Амазон бабла немерено», а только сколько этого бабла они в игру готовы вкинуть? Никто тебе не скажет, но много. И складывается ощущение, что все позитивные эмоции от игры исключительно в силу надежды на годный продукт. Да, как и в любом другом случае. И да, гарантии, что этот последний перенос нет. Что это последний перенос нет. Конечно. Никаких. Хотя, если к весне сделают русский язык, все проще. Вот зачем я это написал. Вот зачем я себе это пометил. Да, помимо того, что я требую приглашения всех игроков, которые предзаказали делюкс-версию. Ну, а в идеале, конечно, и вообще просто предзаказали игру. Требую для них доступа в следующий этап закрытой альфы. И давайте добавим еще один пунктик. Русский язык. Тогда русская комьюнити, я думаю, вообще прям простит все и забудет про вот эти вот странные моменты. Стримы нужны точно. Вот. Это, кстати, еще один момент. Я видел, вы поддержали мою инициативу. Многие написали плюсы за стримы. Вопросик. Стоит ли ждать MMORPG New World, то есть 25 августа? Или все-таки можно запуститься пораньше? И если запуститься пораньше, то что бы вы хотели видеть на этих стримах? Напишите обязательно в комментариях. Растолкуйте кто-нибудь. Получается, ЗБТ 23 июля не будет. ПС. Орча и Ирбиса послушал с удовольствием. Остальных ребят не знаю. Остальные ребята тоже очень молодцы. Получается, ЗБТ 23 июля не будет. 23 июля ЗБТ не будет. Будет некое импровизированное ЗБТ 25 августа. Сколько оно продлится, неизвестно. Амазон сообщит об этом дополнительно. Потом игра берет перерыв. То есть будет закрытое альфа-тестирование по-прежнему. Тот, кто туда попал, это аллилуйя, о счастливчик. И уже следующая итерация будет только весной 2021 года. Вот еще, кстати, из этой же оперы. Недоделанная игра, хорошо. Почему нельзя пустить... Недоделанная игра, это нехорошо. Но я вообще понимаю смысл, так что это я просто юродствую так. Почему нельзя пустить нормальных людей в ЗБТ? Пусть тестят то, что есть. Больше людей, больше статистики, больше проявятся косяки и баги. Непонятно, почему не пускают в ЗБТ. Но это тут человек горит прям. Прям как я когда-то. Пускают в ЗБТ. Ну, то есть ЗБТ будет. 25 августа будет какой-то там небольшой этап ЗБТ. Ну, а так хватает альфы. Дело в том, что у них и серваки пока по вместительности, я так полагаю, не такие, как они будут на релизе. То есть какое-то большое количество народа им просто не нужно. Вот когда это действительно надо будет, тогда они запустят большое количество людей. Так что здесь все в порядке, я считаю. Господа, поздравляю. Это очень важно. Точная дата релиза 25 мая 2021 года. Как говорится, ждите еще год, кушайте, не обляпайтесь. Я видел этот трет на Реддите и, если честно, ну, соу-соу. Я, допустим, никаких писем не получал на почту, кроме вот этого стандартного, да, о переносе игры на весну 2021 года. Так что 25 мая видел эту информацию. Она может оказаться действительно как настоящей трушной, так и фейковой. То есть у меня, допустим, нет никаких подтверждений и на офсайте я, если честно, пока ничего такого не видел. Так что пока рано об этом говорить. Но даже если 25 мая, тогда получается у нас больше, чем полгодика. Это, считай, годик они взяли себе на доработочку. Но, опять же, никакой информации о достоверности этой даты у меня нет. Если у вас есть, пишите обязательно в комментариях. Мы все это проверим и обсудим. Ютуберам проплатили, и они теперь уговаривают. Ахахаха. Да, дорогой друг, если бы все было так просто. Если бы. Но, на самом деле, это довольно тоже распространенное мнение. Как касательно Гохи, так и касательно вообще любой деятельности на Ютубе. Проплатили. Ну, не работает это сейчас так. Вы же видите, что даже в комментариях люди пишут. А, это реклама. То есть, когда это какая-то явно проплаченная штука, народ это всегда видит. Тем более здесь. То есть, ну, Амазон, который даже не локализирует эту игру у нас на нашем пространстве, будет заносить денег, да они вообще в пиар пока что не вкладывались. Это, кстати, еще один пунктик, который я выносил отдельно. То есть, у игры есть еще шанс, потому что они не использовали вообще совершенно никаких своих возможностей по пиару. Они вообще никому никаких денег не заносили. Единственное, что они где-то там на выставках ее засветили. Все. Больше никакой деятельности в этом направлении не предпринималось. Так что, по поводу занесли, это прям вообще очень смешно. Но по поводу то, что пиар это как раз-таки еще один пунктик, который они должны внести в свой график развития игры, это точно. Не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, насыпать своих комментариев, как видите, мы их не только читаем, но и озвучиваем, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару, еще увидимся. Продолжение следует...